Приветствую вас на канале Жбупуль. Гоняне на цыган в СССР, как это было? За всю историю СССР не было народа, который бы настолько не соответствовал советскому строю, как цыгане. Они жили дорогой, и им абсолютно не было дела ни до политики, ни до классовой розни. Власть считала их чужаками и с ними боролась. Цыгане закрыта система, чужаков они в свою таборную жизнь не допускают. С древних времен их система мировосприятия сохраняет кастовую ментальность. Для цыган существуют они сами, Рома и все остальные, Гаджа. Цыгане не ведут письменной истории, все события переживаются ими в своем тесном кругу. За свою историю они перенесли не меньше бедствий, чем другие народы, но предпочитали переносить свое горе молча, особо не афишируя своей трагедии. Так было и во времена геноцида Рома, устроенного нацистами и во время борьбы с цыганским образом жизни в советской системе. Коллективизация. Перепись цыган никогда не могла дать точной статистической картины, поскольку документов у цыган долгое время вовсе не было. Кочевой образ жизни также не располагал к тому, чтобы произвести точный подсчет Рома. О том, насколько могли различаться цифры, статистики могут сказать такие цифры. По результатам переписи 1926 года в СССР было зарегистрировано 60 на дан тысяча цыган. Но переписи 1937 года немногим больше двух тысяч. Очевидно, что такая разница была связана не только с кочевым образом жизни цыган, но и с другими принцессами. Советская власть вовсю раскулачивала цыган, отбирала у них лошадей, имущество, впрочем, как и у всех остальных, но все было понапрасну. Они никак не хотели становиться на путь социализма, как и большинство населения в то время. Большой проблемой адаптации цыган к новому строю стала их религиозность. Даже те цыгане, которые волей у судьбы становились красными командирами или вступали в комсомол, продолжали держать в своих домах красный угол, крестили детей и венчались. Советская власть выпускала для Ромы брошюры на цыганском языке, где объяснялось, что религия – это опиум для народа, но... Не хотели цыгане становиться частью коммунистического общества, да и не могли, поэтому и подвергались репрессиям. Паспортизация Цыгане в первое время после революции даже воспринимались советской властью как союзники. Большевики видели и бедность, и таборный коллективизм, ошибочно принимая их за признаки классовой близости. На самом деле цыгане были органически аполитичны, они по определению не могли согласиться с классовой рознью, а уж тем более с военной диктатурой. Ошибались большевики в том, что раз цыгане бедные, то они продолжали ненавидеть богатых. Напротив, именно существование зажиточных людей всегда помогало цыганам выжить. К тому же цыгане с пиететом относились к торговле и считали ее не менее почетным, чем производительный труд. Естественно, поэтому, когда советская власть осознала чуждость Рома для себя, то они сразу были причислены к неблагоднадежным элементам. 27 декабря 1932 года в СССР был введен внутригосударственный паспорт. Только при получении прописки этого документа можно было получать продуктовые карточки. Города были разделены на открытые и закрытые. Доступ в последний был цыганам закрыт. Начались массовые спецоперации по их отлову и высылке. Только в период с 23 июня по 3 июля 1933 года было арестовано и высулано из закрытых городов 5470 цыган. Цыган высылали в Норильск, берега Аби, станцию Тайга и в Ухту. По всему Союзу проводились оглавы по их отлову. Цыган свозили в барачные поселки. Те, кто бежал, а их было немало, получали лагерные сроки. Маниста как валюта. Цыган в СССР обвиняли не только на политические статьи. В Хвату также были обвинения и в незаконных валютных операциях. В 1934 году в Ленинграде арестовали лудильщика, цыгана Калделлара. У этих цыган весь доход обращался в золотые украшения. Кроме традиционных обвинений в контрреволюционной деятельности и шпионаже, цыган был также осужден за скупку валюты. Все потому, что Калделлары делали маниста из иностранных монет. Лудильщик был отменен и посажен на 10 лет. Все его имущество суд конфисковал. В крупных городах подвергались обламы целой артели лудильщиков. То, что было для цыган прирожденным. Ремесло для советской власти считалось манипуляцией с драгоценными металлами. Правонарушители не только получали большие сроки, но и приговаривались к более суровым наказаниям. Указ об оседлости. Коренным образом повлияло на жизнь цыган в СССР указ об оседлости, который вышел 26 октября 1956 года. Полное название документа было таким. Постановление Совета Министров РСФСР номер 658 о приобщении к труду цыган, занимающихся бородяжничеством. Важно в этом подоставление как то, что впервые на государственном уровне цыган назвали цыганами, так и то, что именно по национальному признаку теперь могли проводиться репрессии. Еще раз напомним, что этот указ вышел в 1956 году, когда во власти уже не было Сталина, а был товарищ Хрущев. Поэтому это его личная инициатива. Цыган продолжали отлавливать на улицах, вносили оденение в несоционированные торговли, спекуляции и в тунеядстве. Однако нужно сказать, что к тому времени постановление послужило цыганам в целом доброй службы. Многие из них уже были вполне социализированы, не особо афишируя своей национальности. Они работали на скромных должностях, на предприятиях и даже в колхозах. Такой традиционный для цыган бед деятельности, как коневодство, стал в силу роста механизации труда терять свою значимость. Цыган заставляли продавать лошадей за бесценок, а тех, кто оказывал сопротивление, могли арестовать. Впрочем, в целом, этот этап истории цыган в СССР сейчас расценивается ими даже с благодарностью. Государство старалось помочь цыганам с трудоустройством, открывало школы, куда отправлялись учиться цыганские дети, давали дома и земли, приучая вольный народ к оседлости. Наверное, это одна из стран СССР, которая заботилась о цыганах, в отличие от других европейских стран. Справедливости ради нужно сказать, что цыганам СССР не только боролись, их также и любили, стремясь их социализировать. Государство как могло старалось показать, что цыгане свои. Об этом можно судить по художественным фильмам, в которых часто использовался цыганский табор и цыганские песни. А на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Ставьте свои плюсы, подписывайтесь, комментируйте. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok